Геополитическое настоящее незаметные трещины мироустройства. Надо бы, надо бы остановиться. Количество событий, постоянно происходящих в мире и формирующих ежедневную информационную повестку, просто зашкаливает. Даже слово «сенсация» по разным поводам звучит чуть ли не ежедневно, причем иногда и не без оснований. Что уж там говорить про события несколько менее неожиданные, но вполне интересные и обсуждаемые. Касается это буквально любой сферы нашей деятельности, от моды до военных действий. Не исключение и политика как та, что на поверхности, так и глубинная. Постоянно отвлекаясь на разного рода инфоповоды, жадно поглощая все новые и новые новости, гоняясь за инсайдами и экспертными мнениями по различному поводу, мы часто теряем понимание того, что же происходит на самом деле, где мы сейчас и как далеко продвинулись в том или ином направлении. Для того чтобы вернуть себе это понимание места и времени, иногда нужно остановиться, отдышаться и внимательно осмотреться вокруг, чем мы сейчас, собственно, и попробуем заняться. Разумеется, охватить все сферы нашей жизни вряд ли у кого-нибудь получится. Поэтому сразу оговоримся, речь пойдет о политике и геополитике, о том, что же действительно важного происходит сейчас в мире. Мнение автора может не совпадать с мнением говорящих голов на телеэкранах, но тут уж каждый пусть сам выберет для себя, что же кажется ему более достоверным. Итак, что же происходит в мире интересного, что может быть искрыто от беглого взгляда, но имеет все шансы оказать влияние на расстановку сил мировых держав в будущем? Таких событий сразу несколько, одни на слуху, другие происходят тихо и незаметно, но каждая из них является по-своему важнейшим индикатором вектора грядущих изменений, а заодно и тех вариантов развития событий, которые считаются наиболее вероятными в некоторых центрах принятия решений. Индия – конкурент и противовес Китая Наиболее важным по значимости, но почти незаметным событием геополитической повестки дня является начавшийся экономический бум в Индии. Да, для большинства наблюдателей в разных странах пока это проявляется лишь в индийских лекарствах, программном обеспечении да в появившихся недавно смартфонах индийской сборки. Но если приглядеться внимательнее, окажется, что Индия уже набрала темпы роста, сравнимые с китайскими, и в силу ряда причин экономического и политического характера будет обгонять Китай по темпам роста экономики на протяжении нескольких ближайших десятилетий. Собственно, опережение начнется уже в следующем году. Рост ВВП Индии в 2020 году ожидается на уровне 7,8%, и это выше того, что планируется в КНР. Более долгосрочный прогноз и вовсе не сулит большой радости Пекину. К 2030 году оптимистичный прогноз рисует ему всего 5% роста, тогда как Индия на указанном десятилетнем отрезке сохранит, как минимум, указанные темпы, а весьма вероятно, что и превзойдет их. К 2030 году ВВП Китая по ППС составит 64 т.р.л.н. дол, а Индия 46,3 т.р.л. дол. Таким образом, по объему ВВП по ППС Индия может обогнать даже штаты, экономика которых, по ожиданиям экспертов, к этому времени достигнет 31 т.р.л. дол. Итог достаточно очевиден, Индия в довольно короткие сроки войдет в тройку наиболее промышленно развитых стран. Согласно некоторым оптимистичным прогнозам, она даже сможет оттеснить на третье место США, что само по себе сомнительно, но все-таки вполне может случиться. Причем на это Индии понадобится не сотня лет и даже не 50, стартовые условия удели значительно, подчеркну это, лучше, чем были у Китая 40 лет назад, когда он начинал свои реформы. Цель ворваться в тройку в течение 20 лет не просто желанна, но и весьма реалистична для дели. Под вопросом лишь то, обойдет ли Индия США, но и это в значительной степени зависит уже от самого Вашингтона и от решений, которые будут приниматься в американской столице. Однако далеко не всем понятно, почему начался этот рост, и почему он кажется таким необратимым. Что ж, это вроде бы не секрет, просто пока еще не все телевизионные эксперты прочитали об этом на ВО, а потому и по телевизору никто ничего не говорит. Причина же носит геополитический характер и непоколебима, как безысходность. США боятся Китая, не доверяют России и еще сильнее боятся их союза против золотого миллиарда. Поэтому вопрос создания противовеса Китаю носят для Вашингтона стратегический характер. А раз так, из-за Индии надуют сверхдержаву точно так же, как в свое время надули Китай в противовес СССР. Другое дело, что СССР неожиданно рухнул, нужда в Китае сверхдержаве отпала, и теперь она сама стала представлять угрозу для США. Дело в том, что Турция является единственным потенциальным противником Израиля в регионе, способным уже сейчас создать проблемы для долгосрочной безопасности Израиля. И именно поэтому Тель-Авив заинтересован в том, чтобы военная мощь Анкары не росла, а снижалась, постепенно сводя возможную угрозу к нулю. Именно поэтому выход Турции из орбиты США и НАТО выгоден для Израиля. Это как сиюминутная выхода отказ от поставок Турции истребителей F-35, потенциально представляющих существенную угрозу Израилю, так и более долгосрочная, связанная с надеждой на общее ухудшение экономических перспектив Турции в случае выхода из НАТО. Во всяком случае, на перспективе ее попадания в ЕС тогда можно будет точно поставить крест, и для Израиля это станет хорошей новостью. Что касается России, здесь, опять же, долгих перечислений не нужно, ослабление НАТО за счет одного из важнейших членов организации, более комфортные условия прохождения Черноморских проливов в случае каких-то конфликтов, потенциально неплохой рынок вооружений и так далее. То есть мы тут действительно совпадаем. Но методы у нас различаются, и весьма серьезно. О том, как действует Россия, читателям во лишний раз рассказывать не нужно. А вот методы Израиля вообще никак не просматриваются. Если, конечно, не помнить о том, что зятем Дональда Трампа является этнический еврей, а его любимая дочь Иванка после замужества приняла иудаизм. Наверное, многие скажут, что это еще ни о чем не говорит. Но давайте откровенно. Упорство и рвение, с которым именно Трамп гробит американо-турецкие отношения, довольно красноречивы. Недавнее заявление американского президента о том, что США порвут турецкую экономику, вполне в духе описанного нами сценария. А когда к этому добавляются еще и инициативы американских сенаторов еврейского происхождения, раз за разом предлагающих новые каверзы для Турции, поневоле задумаешься о том, так ли здесь все спонтанно. Так или иначе, констатируем, Турцию, с одной стороны, настойчиво выпихивают из НАТО, а с другой стороны не менее настойчиво тянут прочь от него. И есть некоторая надежда, на этот раз уже не бесплотная, что чудо свершится и эта стратегически чрезвычайно важная страна впервые за несколько столетий перестанет быть нашим однозначным и безусловным противником. Добавим к этому общее ослабление НАТО, потерю блоком некоторых зон контроля и констатируем, большая игра на турецком направлении наконец-то сулит России существенные выгоды, а в перспективе может стать крупнейшей геополитической победой Москвы за несколько последних столетий. А раз так, то можно немного и турецкую спесь потерпеть, и израильскую наглость в Сирии. И не хочется, а нельзя не сказать. Еще одно направление, на котором происходит серьезный геополитический слом, Украина. Значение происходящего сейчас в этой стране чрезвычайно велико, и она стоит третьей в списке только потому, что читатели уже очень устали от этой темы. Отчасти из-за этого я постараюсь быть краток, скажу только самое важное. Нельзя сказать, что дело на этом направлении у нас идут радужно. Для нас все так же актуален лозунг «Ни шагу назад», мы все так же рискуем увидеть на Украине экономический рост, превышающий рост в самой России, равно как весьма вероятно и победа Украины в транзитной войне. Все это может подстегнуть условно-майданные настроения в Москве, где под лозунг «Почему Украина получилась?» встанут еще многие тысячи ныне колеблющихся граждан. Ну а для того, чтобы убедить некоторых наших сограждан, что где-то у кого-то что-то получилось, нужно не так уж много, какие-нибудь стеклянные будки гаишников, как было в Грузии, для многих стали ярким свидетельством грузинского экономического чуда. Отдельно следует упомянуть транзитной тени Талкай. Согласно заявлениям В. Путина, Россия готова продлить нагодействующий транзитный договор с Украиной. Киев же настроен на дальнейшее выкручивание рук к Москве. Возможно, у Кремля есть какое-то особое видение ситуации, но можно с уверенностью предполагать, что любые уступки по данному вопросу говорят о слабости позиции России. После всех гадостей, которые мы получаем в вопросах транзита, строительства трубопроводов и так далее, сделать вид, что ничего не происходит все равно, что пригласить разного рода американских сателлитов и дальше устраивать нам козни. Увы, решать этот вопрос будем не мы, но все-таки вероятность уступок Киева очень велика, что наверняка не прибавит нам очков в ведущемся противостоянии. И последнее направление, где сейчас происходят очень важные события – Персидский залив. Иран – региональная сверхдержава де-факто? Прежде всего здесь следует отметить незаметное, какое-то тихое и неожиданное усиление Ирану. Тегеран, десятилетиями находящийся под разного рода санкциями, нашел силы для весьма впечатляющего технологического и военного рывка. Вероятность того, что США рискнут пойти на прямую конфликт с Тегераном, не очень высока. Да, заявлений по этому поводу сделано много, Иран атакует с периодичностью в 2-3 года. Но пока ни одна эта атака не превратилась во что-то конкретное, и дальше телевизионных шоу и новостных выпусков с грозными прогнозами дело не заходит. И причина, вероятно, именно в том, что Иран слишком усилился, его уже не взять голыми руками, без длительного нефтяного кризиса и колоссальных потерь для западной экономики. Разумеется, это далеко не все, о чем можно было бы упомянуть в связи с происходящими в мире геополитическими подвижками. Но не будем даже пытаться объять необъятное, просто констатируем, мир меняется, и скорее в лучшую для России сторону. Да, при имеющихся тенденциях нам вряд ли когда-нибудь вернуть себе статус одного из двух политических полюсов мира. Но быть одним из полюсов в условиях реальной многополярности задача для нас вполне посильная. Правда, есть один маленький нюанс, а доживем ли мы до этих хороших времен как единое и сильное государство? Но тут уже внутренняя политика доминирует над внешней, и точно ответить на этот вопрос не возьмется, пожалуй, никто.